Девушки отдыхают Котлеты, отбивные, рагу, пюре и многое-многое другое. Как же аппетитно все это выглядит и насколько все это вкусно. Но для того, чтобы достичь своей давнишней мечты, нужно ставить рамки. Диетологи, к примеру, рекомендуют отказаться от мучного и жареного, ну а также ограничить количество потребляемой пищи. Я, к примеру, последую и остановлю свой выбор на салате. Поможет избавиться от лишних килограммов и подтянуть мышцы. Конечно же, речь о спорте. Представляют себя в новом амплуа тысячи людей по всему миру. А вот выходят на первую тренировку единицы. Конечно же, тяжело, но занимаюсь регулярно и в Новый год хочу выйти здоровой и красивой. Трудно просыпаться раньше обычного? Не остается сил после работы? Не переставайте упражняться, скоро станет легче. Ученые доказали, любое занятие входит в привычку за три недели. Есть желание, будет результат. Начну с понедельника, снова недели, с лета, с нового года. Все гораздо проще. Берешь и делаешь. Чтобы добиться максимальных результатов от тренировок, нужно отказаться от вредных привычек, утверждают профессиональные спортсмены. Часть работы выполнена, а это говорит о том, что можно смело отправляться на перекур. О вреде употребления табака известно всем, тем не менее, этот процесс редко проходит без чашечки кофе, который, в свою очередь, также вредит организму, возбуждает и будоражит его почем зря. В идеале, конечно же, от всех этих продуктов стоило бы отказаться и вовсе, но даже уменьшение употребления скажется позитивно на вашем организме. Как следствие, и перерывов станет меньше, что повысит уровень вашей продуктивности. Измениться к лучшему можно и с помощью семейных традиций. Об этом необычном способе в далеком детстве Виктору рассказала бабушка. Работает как часы, говорит парень. Сначала я пишу по пунктам все, что хотел бы себе изменить, чтобы стать лучше в следующем году. Затем я выбираю один пункт, вырываю его и прячу подальше, чтобы условно было на него наткнуться. В дальнейшем, когда я его найду и буду об этом помнить, то получается, я в себе все-таки это изменю. Традиции традициям рознь. От старой мебели, надоевшей посуды и одежды, не радующей глаз, как прежде, нужно избавиться. Порой в стремлении к предновогоднему обновлению люди совершают массу необдуманных поступков. У многих людей существует эмоциональная связь с определенными вещами. Если вещь вам дарит положительные эмоции и дает вам какую-то положительную мотивацию, от этой вещи избавляться не стоит. А вот от сожалений, недопонимания и горечи, обид, наоборот, нужно избавляться. Психологи говорят, что этот эмоциональный груст не позволяет человеку ощущать себя в полной мере свободным. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. А потому для достижения поставленных целей стоит запастись поддержкой близких, хорошим настроением и трудолюбием. Стефан Филатов, Максим Турчев. Утро нового дня. Продолжение следует...